Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. В течение долгого времени, 5 лет думал об одном мужчине, не могу выбросить его из головы, хотя отношения закончены. Постоянно, каждый день появляется он в мыслях, это любовь или кошмарная зависимость. Продолжать любить как несбыточную мечту, или гнать из головы про лучше, может быть кто-то скажет, будет ли еще такая любовь в моей жизни. Галина, 16-12-74. Собственно, Галина, не совсем понятно, для чего вы написали свое дать рождения. Вот. В общем-то, для психологов это не нужно. Для психологов это не необходимая история. Вот. Поэтому, если вы ошиблись с разделом, то вам нужно обратиться к экзотерикам, если вы хотите, вот, именно, чтобы вам предсказали, предсказали будущее и так далее. Вот. Психологи этим не занимаются. Что здесь нужно сказать? Во-первых, наверное, то, что если мужчина появляется у вас в голове, и вы не можете его отпустить, вот, связанное это может быть с тем, чего вы хотите. То есть, это вот ваши попребности. То есть, он появляется у вас в голове, потому, что с ним связаны определенные потребности. Важно. Очень важный вопрос, какие потребности связаны. Потому, что, когда мы говорим о том, что вы не можете выбросить его из головы, мы говорим о том, что это форма определенного желания. Вопрос заключается, конечно же, в том, что это за желание. Это не любовь. В прямом смысле этого слова. Но, я бы не сказал, что это право на зависимость. По крайней мере, такого желания говорить это у меня нет. Я бы сказал, что вы просто испытываете естественную здоровую тенденцию к тому, чтобы удовлетворить какие-то свои желания. И проблема составляет то, что вы видите для себя только одну форму реализации этого. этого. Но, конечно, есть и другие формы и другие возможности. Если только вы сами для себя позволите обратить на это внимание. этого не позволяют. Но, пока что совершенно очевидно, что вы себе сделать этого не позволяете. то есть, вы думаете о мужчине, да, вот, вы чего хотите-то? Чего вам нужно, когда вы думаете о нем? ну, наверное, вы хотите быть с ним. Наверное, вы хотите себя как-то почувствовать. Это очень интересный момент. Что вы хотите себя как-то почувствовать. То есть, вы тяготеете не столько к мужчине, сколько к своему состоянию с ним. Вот. С ним, говорите вы, я себя как-то чувствую. С ним я себя как-то ощущаю. Но, как? Как вы себя с ним чувствуете? Как вы, как вы себя с ним ощущаете? Вопрос? Вопрос. На который, на который нужно поискать армию? Вопрос. Потому что это и есть ключик к пониманию ваших проблем. Вот. Это и есть ключик. Нужно понять, к какому состоянию вытекать эти. Дальше. Если у вас были с человеком, скажем так, отношения, вот именно, именно отношения, если были, они закончились. То есть, они завершились. Само собой, разумеется, что для человека, для вас это травма. Это травма. И травма это ну, довольно серьезно. расставания с любимым человеком. Эту травму нужно опрашивать тоже. Ее необходимо пронять. Чтобы вас это больше не беспокоило. сложно это сделать? Нет. Нужно какие-то усилия приложить, конечно. Чтобы это получилось. сделать. Вот. Но в целом, я бы не сказал, что это сложно сделать. Это реально сделать. Вот. Как-то так. По поводу того, будет ли у вас еще такая такая любовь. Я думаю, конечно, будет. Но на мой взгляд, для этого вам нужно в той или иной степени научиться любить себя. Есть у меня такое ощущение, к сожалению, что сейчас вы себя именно себя несколько недолюбливаете. Есть у меня такое чувство. это не хорошо. Это не хорошо. То, что вы себя недолюбливаете. если вы себя недолюбливаете, то совершенно логично и совершенно нормально в этом случае, что вы несколько будете обесценивать себя. Обесценивать себя ради или для мужчин. То есть вот эта история про то, что вы все время о нем думаете. Это история про то, что он для вас обладает сверх ценностью. Человек для вас обладает сверх ценностью. Сверх ценность человек может получить приобрести только когда как бы отжирается своя собственная ценность. Вот когда своя собственная ценность отжирается, то увеличивается ценность другого человека. Вот в вашем случае судя по всему так и происходит. Поэтому наша задача заключается в том, чтобы вернуть вам что называется вашу ценность обратно. вот что бы ни было такого чтобы вы кого-то идеализируете. идеализация не происходит без основателя. Идеализация наша задача заключается в том чтобы выяснить как вы это делаете. Как вы себя принижаете конкретно. и это скорректировать 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 в принципе вроде бы ничего сложного. да нужна работа индивидуально безусловно безусловно. Но сложно особо ничего объяснить. Вот как-то так. Для начала сформулируйте контекст в котором мужчина появляется у вас в мыслях. Для начала пожалуйста. Это важно. Вот. Любовь не подразумевает то что я очень долго о тебе думал. Любовь этого не подразумевает. Точнее любовь конечно включает в себя мысли о человеке. Но любовь включает в себя и кое-что еще. Дальше. Вы не можете выбирать продолжать любить как несбыточную мечту или гнать из головы прочь. Вы над этим не властны. но несбыточная мечта говорит об идеализации человека. А значит как я уже сказал об отбирании своей ценности у себя. Что совсем не есть хорошо. Для вас. на этом все. Я надеюсь что помог вам. Буду благодарен за обратную связь. по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью. Вам она пригодится. может быть. Удачи. Продолжение следует...